Всем привет, это Техбёрд. Прошел буквально чуть больше одного дня и вот они покрашенные детали. И то, что недоделанное, ребята, которые гнут, режут и всякие штуки вытворяют из металла, будет готово завтра. Это очень хорошая новость, а значит завтра я вам смогу уже начать показывать новый проект Зенит и доводить до ума Апекс. Сейчас чем же я могу заняться и о чем же я вам расскажу. Но это будет Апекс, поскольку вот он покрашенный, все детальки для основной сборки есть, плюс пришли 15-миллиметровые стойки. На этом рисунке я буду нарисовывать, кстати, разводку внутреннюю в стекле. Мы решили замутить канал. Вот, также у меня есть готовая теория струн уже, которую можно брать и собирать, но для нее не хватает как раз-таки вот некоторых деталей. Собственно говоря, сегодня собираем Апекс, примеряем, устраиваем небольшую фотосессию тому, что есть на данном этапе и двигаем дальше. Единственное, что хочу сказать касательно порошковой краски, она немного меня разочаровала, поскольку есть местами вот такая вот чушь, дичь, как сейчас говорят некоторые ребята, и как бы это не очень. Вот, но не знаю, что с этим делать, на данном этапе я не могу себе позволить пойти перекрашивать. Вот, так что будет вот такой вот косячок. Значит, собираем Апекс, начинаем сборку с того, что мы просверлим еще раз отверстие под клепки, поскольку порошковая краска создает дополнительный соль. Скрепим цешку, скрепим цешку с ногами, скрепим мать с крепежами, засунем все это, ну и будем наслаждаться черным Апексом. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он Апекс, вот он черный Апекс, и почти все хорошо. В общем, закрепилось все очень удачно, никаких особых косяков нету. Что нам делать дальше? Дальше мы ждем уши для облетения проводов, которые встают сюда и выполняют дополнительную, ну, разводочку. Мы ждем накладную металлическую цешку из миллиметровой стали. Здесь проделываем вставки из оргстекла, кидаем RGB ленту, и у нас получается тут такой тройной трехслойный бутерброд по краю, который будет подсвечиваться. И вот в этом-то и будет прелесть и интерес Апекс. Дальше сюда мы ставим стекло закаленное, на магниты стекло будет крепиться, с обратной стороны я закреплю неодимовые магниты, и на другой стороне либо металлическая пластина будет установлена, либо еще что-нибудь. Сейчас над этим моментом пока я думаю. Стойки я поставил 12-миллиметровые вместо 15-ти, и они подошли. Расстояние хорошее, ну, все замеры вам покажу чуть позже. Вот, сзади у нас устанавливается блок питания, для него поддержка, и вокруг блок питания будет здоровая махина из оргстекла. Большая радость, ребята из Waterfall все-таки выставили заказ, и он приедет к 8 августа. Получается, 8 августа я смогу собрать его, и это будет отлично. Вот, ну, ориентировочно 8 августа. Если 8 августа он не придет, придется мне обломаться и собирать на ЕК-шном резервуаре. Ну, просто вот таковски смотрится дорого-богато. Собственно говоря, блок питания W1200 плазмом, который будет стоять в этом проекте, и 5 вентиляторов MasterFund Pro iAppressure с RGB-подсветкой. Задача на сейчас у нас... Немного походить вентиляторы и блок питания для варблога. Заморочиться с RGB-подсветкой. Купить акрил, согнуть акрил по корпусу. Взять C-шку, установить C-шку. Вторую C-шку это вот, ну, вот эта штука, про которую я говорю. Установить ее на нее. Придумать, как она будет крепиться. Есть два варианта. Один прям хороший, второй прям плохой. Ну, выбрать из них более оптимальный и надежный. И у нас есть небольшая проблема с видеокартой, ее креплением. Крепеж я завтра заберу, если он будет полностью исправен. И выглядит так, как я задумывал. Вот. Мы пропилим в нем отверстие для Посейдона 1080T и закрепим вот сюда видеокарточку. Вот. Пожалуй, все. Четвертая часть завершена. Черный, черный Apex стоит на своем месте. В принципе, работы осталось не так много, но много байки, много всякой фигни, которая занимает время и хоть и проще, чем просто взять и собрать, но более трудозатратная. В общем, народ, если вам понравился видос, палец вверх. Спасибо Asus и Cooler Master за саппорт. Проект продолжаем делать. До Игромира он доедет, я надеюсь. И, в общем, всем пока. Спасибо за то, что вы со мной.